уже обдумывают как бы лучше им взлететь это дети мама с папой улетели теперь дети крылышки расправляют 30-градусную жару что ты нашла не кусайся нельзя я как обычно сначала начинаю делать потом вспоминаю что забыла снять вариант до поскольку всю мебель и электронный мусор мы отсюда вывезли у нас осталась только гора металлического мусора и чтобы ее тоже аккуратно вывести без лишних затрат моя задача на сегодня измельчить вот это все в основном там металлопрофиль муж купил мне специально для этого такие ножнички по металлу и я все разрезаю чтобы сложить в эти контейнеры потом поставить в машину и увести и тогда уже будет финальная ладно чистота и порядок не скажу но по крайней мере от мусора мы избавимся уже окончательно у нас уже на этот момент ничего не останется нужно выкинуть металл ну понятно да машинка стиральная но вы сами видите намного 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 меньше уже всего стало и надеюсь что в ближайшее время совсем мы от мусора избавимся и уже здесь можно будет поставить галочку конечно же приехала я не без помощницы сегодня у нас луна помогает мне все разбирать получается не так хорошо как с ножницами по металлу но немножко выходит да малышка моя луна прибыла доставка гипсокартона и металлических профилей для его установки ого-го смотрите если кому интересно вот они наименование которые нам привезли 40 листов я перенесла и луна сказала что надо сделать паузу она сказала сядь отдохни и я посижу с тобой здесь в принципе тоже практически закончила один контейнер полный второй контейнер полный это все что я нарезала и здесь остается только крупный мусор да потому что широкие трубки я ножницами не могу резать это уже у меня муж болгаркой справится собрала немножко сухую листву пособирала мусор но в принципе здорово еще стекловату занесу в дом на чердак и будет еще на шаг симпатичнее всем привет выходные мы приехали немножко позаниматься все таки ремонтом в доме и приехали мы с большим количеством покупок многие из вас спрашивают цены или просят их озвучивать или просят их подписывать в общем как-то давать знать да сколько все это удовольствие будет нам стоить поэтому сейчас мы с вами пройдемся по покупкам а точнее сказать по ценам и чекам гипс-картон я вам уже показала до показала список скажем так купленного да но было не очень понятно я думаю по ценам и так мы купили лестниц да ура ура 79 99 здесь распределительные коробочки сейчас я тоже вам их покажу 6 штук по 329 клеммы вагу быстрые клеммы за 20 евро коробка упаковка и еще люстра клеммы за 899 потом саморезы быстрые 23 29 27 99 кабель 2 по 32 99 и краска смотрите 4 ведра по 24 99 это 2 с половиной литра ведра 2 с половиной литровые и прайс корректур потому что мы заказали 5 литров одного цвета но поскольку не было ведер она сделала продавец 2 по два с половиной тем не скорректировала цену потому что 5 литровые дешевле два ведра у нас идут по 10 литров по 60 каждое и одно ведро 5 литровое за 40 евро вот все я вам по ценам рассказала само собой да мы купили гипс картон купили мы металлические профили а вот смотрите вот вот здесь прям супер классно понятно значит 120 листов это у нас гипс картона толщиной 12 с половиной миллиметров 2 600 на 600 5 91 это за лист и соответственно 709 за 120 листов с какой-то еще скидкой не знаю что за скидка и вот этом 56 16 и 12 это металлические профили мы забрали все которые были в магазине до заказывать онлайн еще придется потом у них здесь разная длина цены за единицу и соответственно общее количество это вот то что нам привезли то с чем мы будем работать да здесь мы купили дюбели для того чтобы это все устанавливать мы купили лифт чтобы держать вот эти платы когда муж будет делать их на потолок за 180 евро мы купили белую краску за 36 99 и за 29 99 еще кабель он что-то еще за 590 трата то один процент скидки у нас в обе это хорошо это здесь и дверь нам обошлась в 449 99 без еще дополнительной фурнитуры которую мы дозаказали крепежи вот эти пришли нам тоже онлайн цену буду уже здесь подписывать этого дюбели которые мы взяли сегодня в обе и еще один тип крепежей там это чудо мы все заказали в амазоне вот она краска которую мы купили белую краску мы взяли для того чтобы закрасить надписи вот эти на всякий случай потому что мы не знаем насколько хороша цветная краска что мы взяли насколько у нее хорошее покрытие легко ли она закроет надписи конечно же мы не хотим тратить в два раза больше дорогой краски поэтому пройдемся сначала я пройдусь я у нас буду за покрасчиком за маляра пройдусь сначала белой краской чтобы их слегка прикрыть мой фронт работ да собственно говоря здесь у нас краска на нашу спальню и на две детских да у нас получается эти большие литра по 10 литров это по 5 и опять тоже да конечно же малярный скотч двух типов маркерный набор и там еще то что покрывать стену до покраски в общем мало информативно хотелось более вам подробнее все рассказать муж сделал нам временную кухню установил духовку с плитой теперь мы можем здесь вполне себе комфортно готовить у нас здесь есть кофе здесь есть кофемашина которую я получила бесплатно благодаря классной акции вот эдако и холодильник с дачи тоже переехал к нам сюда поэтому ну прям вот супер полноценная кухня сделал он ее из старой вешалки для верхней одежды которая была здесь же вот эти боковые отвесики это как столик до куда можно что-то сложить или поставить прям смотрите вполне себе полноценно можно жить ну ладно пусть не не прям супер полноценно но по крайней мере уже удобно именно что и готовить и что-то хранить и вот смотрите кабели эти два мы купили в томе этот взяли в обе потому что муж подумал решил что вероятнее всего не хватит поэтому взяли на всякий случай это гипс для замазывания швов стыков на гипсокартоне взяли тоже два мешка это сто процентов мало но много сразу забивать машину мы не хотели брать на доставку тем более вот они клеммы до которые я вам озвучила вот эти быстрые клеммы от вага и здесь саморезы голословлю самые самые что ни на есть обычные здесь еще взяли такие петли на дверь в подвале что еще интересного это я кстати это мы в обе брали и если вам настолько интересны все мелочи по ценам то напишите чтоб я знала хорошо чтобы я вам тогда их озвучивала если нет буду показывать каким-то общими чеками или общими суммами да по типу то что мы закупились на 2000 до образно говоря теперь что у нас по фронту работ вот она лесенка вот они профили которые я занесла гипсокартон тоже заносили вместе с мужем 40 занесла листов я 80 он все это дело всю эту красоту будет у меня может обшивать открывать да покрывать гипсокартоном сюда мы уже тоже перевозим потихоньку нашу кухоньку сейчас это все унесем на чердак да не успели еще показать вам фронт фронт работ прибирались прибирались и по итогу все равно бардак главная помощница спит конечно что еще делать самое страшное у нас здесь потолок потому что потолок старый и это будет по сути главной задачей его покрыть но я как самая хитрая возьму на себя уже полу готовые комнаты до поскольку здесь уже ничего не нужно делать мы не будем дополнительно покрывать гипсокартоном стены потому что они уже хорошо заштукатурены зашпаклеваны они готовы под покраску разве что до нужно нанести будет грунтовку и муж еще замажет стыки силиконом потому что где-то прошлись прежние ремонтная бригада дали кто то что делал а где-то остались видны да я думаю хорошо вот эти стыки и садятся на муж замажет силиконом это наша спальня и я начну уже красить после того как я закончу с покраской можно будет класть полы и в принципе комната будет уже готова звучит классно конечно розетки да только нужно будет еще сделать так оставлять наверное плохая идея и аналогичная история у нас с детской да это все уйдет потом у нас в зал здесь тоже уже можно смело все красить красить класть полы завозить мебель заезжать все живи не хочу да что решили с ванной первое время мы сделаем и подведем сюда повесим раковину повесим унитаз и у нас будет полностью готовая ванная рабочая уже когда переедем положим здесь плитку пока что просто хорошо вымоем но это тоже уже когда будут готовы эти комнаты с ванная будет в рабочем состоянии но пока визуально не в красивом это неплохо потому что мы уже будем пользоваться жить и радоваться единственное мужу тогда придется куда-то перевести его рабочий уголок дет картошечка слоя сдачи лучок тоже сдачи грибы ну грибы правда купили готовлю обед муж решил замазать стыки именно акримом потому что него потом впоследствии будет хорошо ложится краска довольно таки быстро он прошелся по всей комнате по периметру и подготовил стыки для покраски в принципе для дальнейшей обработки для того чтобы я могла грунтовать и наносить краску подготовку к работе с гипсокартоном муж начал уже без меня первую очередь он сделал металлопрофиль по периметру в комнате в зале далее добавил перекладины и крепежи чтобы потом можно было крепить опять же гипсокартон итог четырехчасовой работы практически полностью готовый каркас для установки гипсокартона на потолке в зале казалось бы визуально работы немного но это занимает действительно много времени и провода пожалуй самое интересное старой части дома обязательно нужно заменить проводку давайте посмотрим что тут натворил мой муж пока меня не было рассказываю что-то натворил то здесь потолок получается уже готов луна что ты думаешь по этому поводу зуба песка накрошила то есть тебя песок сыпется или с потолка сыпалась вот то что я вам показывала лифт для гипсокартона подъемник чтобы удобно было поднимать листы потому что нет возможности работать вдвоем и плюс все равно пришлось бы покупать тогда козла а ковер мы еще привезли ну а пока муж занимается ремонтом внутри я занимаюсь делами снаружи был сильный ветер и у нас к сожалению пара томатов упали несколько веток сломались печально но бывает ладно это было когда нас тут не было соответственно в общем уже вылетают они из гнезда аисты наши смотрите еду принесли кушают классно уже детки сами там разбираются мире животных так вот помидоры сломалась пара веток муж все подцепил подвязал и сегодня я пришла и обрезала очень много листьев там прям сильно много но как вы видите помидоров урожай у нас отличный будет и сейчас вот эти красные которые уже поспели я сниму и они будут у нас на обед первые помидоры выращены в новой теплице у дома и здесь же у нас лучок растет сейчас еще немножко зеленого посрезаю такая красота такие у нас здесь помидорки и опять нарвала крапиву замочила чтобы было удобрение продолжать их удобрять здесь у нас готовка обеда в полном разгаре я планирую сейчас наносить на стену грунтовку и закрашивают надписи белой краской посмотрим проба пера что из этого получится грунтовку нанесли видно да где и уже начали красить я стараюсь побыстрее делать на улице темно пасмурно поэтому не успеваю вам еще параллельно показывает да ну видно я думаю все равно несмотря на то что темно я тут с помощниками со своими так что сделаем быстро а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»